Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжаем серию видеороликов про народные автомобили. Именно так называют сегодня машины по цене до 1 миллиона 300 тысяч рублей. Совсем недавно мы снимали обзор Kia Rio X-Line, ссылку на него оставлю в описании. И вот сегодня к нам приехал на тест Hyundai Creta 2017 года выпуска. Базовая версия такого автомобиля начинается по цене в 800 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете абсолютно пустой автомобиль на механической коробке передач с двигателем 1.6. Топовая версия этого автомобиля обойдется вам в 1 миллион 300 тысяч рублей. Ну плюс-минус за счет того, что год сейчас начался и в продаже еще есть 17-й год, скидочки можно найти. Исходя из того, что автомобиль выпускается с 2015 года, на наш рынок он приехал в 2016 году. На сегодняшний день автомобиль очень частый на дорогах. Про него много снято видео обзоров, очень много есть отзывов владельцев коротких. И мы сегодня, по сути, по такому принципу, мы перейдем плюсы и минусы этого автомобиля, исходя именно из этих отзывов владельцев. Прежде чем мы начнем, я хочу парочку новостей сообщить по каналу. Друзья, как вы знаете, у меня сейчас идут баталии с банком. И такое у меня сейчас приятное ощущение на душе. Ведь читая комментарии, у людей некоторые пишут, ты лох, тебя кинули, правильно сделали. Ты пришел в банк, ты не прочитал условия договора, ты подписался. Тебя обманули, но правильно сделали, ты сам под это подписан. И так далее в таком русле. Многие люди говорят, что вот тебя кинули средь бела дня, да, тебя кинули. Ну и что, ты же сам виноват, ты же подписался. Ничего у тебя не получится. Иди хоть в суд, куда угодно, никто тебе ничего не вернет, будешь платить. Так охота, знаешь, дождемся двух бумажечек. Два положительных решения принято. И я вам прям детально расскажу, как я, на мой взгляд, красиво вышел из этой ситуации. На подходе у нас Grand Cherokee дизельный с 2015 года с пробегом больше 100 тысяч. Далее у нас готовится дневник Mazda 6. Много информации собирается. У нас, конечно же, будет BMW X4. Давно его обещал. Просто человек работает, я работаю. Не всегда успеваем пересечься. В общем, не размазывая кота по тарелке, мы переходим к обзорам в этом году. Я обещал, что снимать мы будем чаще. Ну и по традиции давайте, конечно же, начнем с внешнего вида. И здесь люди делятся примерно на три категории. Первое, это те, кому автомобиль не нравится. Они говорят то, что дешевый какой-то китайский, несимпатичный, там негармоничный, здесь салон садишься не такой, мультимедиа какая-то противная. В общем, везде, во всем они видят негатив, машины им не нравятся, они идут дальше. Вторые люди, это, конечно же, те, кому автомобиль нравится. Он им сбалансирован, напоминает маленький такой джипчик какой-то, внедорожничек, маленькую копию Santa Fe. В общем, он им полностью нравится. Особенно такими людьми, конечно же, являются владельцы. Они все отмечают то, что здесь красиво, интерьер приятный, все классно. И третья группа людей, это те, которые покупают автомобиль, но им абсолютно плевать на внешний вид. Для них важно одно, чтобы он их доставил из точки А в точку Б. В остальном же, если подойти поближе, ничего нового абсолютно здесь нет. Вот вы помните, в последний раз мы снимали Kia Rio X-Line. Так вот, что я хочу сказать, вот вы обратите внимание, вот сейчас как тонко нас корейцы просто наобъегоривают. Вот смотрите, та же самая головная оптика, по сути, галогеночки стоят у нас, прожекторного типа, диодные ходовые огни идут. Противотуманки у нас тоже присутствуют, они идут тоже галогеновые. Очень много пластика. Пластик, как отмечают многие владельцы, очень маркий, очень нежный, как снаружи, так и внутри. Многие люди говорят, что куда-нибудь заезжаешь, где-то чуть-чуть ты его веточкой заденешь, остаются следы. В любом случае, у этого автомобиля по внешнему виду есть два значительных плюса. Первый, это его клиренс 190 миллиметров, это действительно очень хорошо. И второй, это его свесы. По сути, на этом автомобиле в городе вообще проблем знать не будете. На бордюр заехать, еще куда-то. Лако-красочное покрытие, говно полное. Многие про это говорят, не я придумал. Конечно же, есть люди, у которых все хорошо. Как вы знаете, автомобиль сам по себе подвержен коррозии. Вот пятая дверь, в частности, у многих там взбучивается краска. Это гарантийный случай, его меняют по гарантии. Есть люди, у которых находили вот это взбучивание краски на крыше. В общем, ситуации бывают, они встречаются. Не сказать, что они прям повальные, но вот если полазить по интернету, частенько можно на это наткнуться. Конечно же, это меняет по гарантии, как меняет, красят эти элементы. Тем не менее, такая проблема присутствует. Опять же, сколы, все это легко. Кузов поцарапать и испортить его. Но есть и люди, которые очень бережно относятся к автомобилю, грамотно его моют. И у них по лако-красочному покрытию, в принципе, нареканий не так много. По мне, вот если с этого ракурса посмотреть на автомобиль, я бы ему, честно говоря, поставил бы оценку 4. Ну, в целом, нормально, автомобиль спокойный. То есть, он не вызывает никаких эмоций, никакую агрессию. А спокойная машина, сел, завел, семейная, поехал, жене купил. Там, для семьи, для всей, покататься по городу. То есть, за свои деньги, скажем так, дизайн соответствует. И вот давайте, далеко не отходя, вот отметим сразу фары. Ну, смотрите, вот если почитать в интернете отзывы, либо послушать владельцев, многие говорят, хреновый свет, галогенка, дальний от ближнего не отличить. Едешь, вроде бы как, ну, жалобы присутствуют. В нашем случае, вот владелец данного автомобиля, наоборот, говорит, меня свет полностью устраивает, особенно дальний. То есть, я езжу, у меня никаких претензий к фарам нету. О чем это говорит? Вот на вкус и цвет, вот у всех разные понятия. Конечно же, если сюда поставить там диодную оптику, либо бексинон, естественно, свечение будет лучше. Но в тот же момент, покатайся сам лично, если ты присматриваешься к этому автомобилю в вечернее время, и сделаешь правильные выводы для себя. Если говорить про ветровое стекло, здесь есть два момента. Ну, в первую очередь, за счет кузова автомобиля на большой скорости, в грязную погоду летит грязь. Ты включаешь дворники, они у тебя сгребают все в правую часть, и это все успешно перетекает прямо на водительское стекло, вот это, скажем так, боковое. В тот же момент, здесь есть подогрев лобового стекла. Но зона и площадь охвата лобового стекла гораздо меньше, нежели чем зона работы щеток. И что люди отмечают? Зимой садишься, да, у тебя появляются там такие маленькие окошки, то есть уже что-то видно, но в целом не хватает. То есть чуть-чуть сэкономили, не знаю, возможно, это правильно, но вот люди это отмечают. И такой маленький нюанс, про который, возможно, многие из вас скажут мелочь, тем не менее, вот есть владельцы, которые отмечают. Если посмотреть все стекла по кругу автомобиля, все они прозрачные, но вот переднее стекло идет с напылением зеленым. Вот на самом деле это зеленое напыление, оно как бы характерно себя китайским стеклам. По технологичности не могу сейчас сказать, с чем это связано, но тем не менее отмечаю то, что вот именно зеленый оттенок характерен китайским дешевым стеклам. Переходя к подкапотному пространству, ну естественно нас здесь встречает палочка, и по сути, вот если мы опять же будем вспоминать Kia Rio X-Line, плюс-минус все то же самое. Нет защиты, ничего нету, покажу подкапотное пространство, покажу двигатель конкретно. Вот двигатель нас встречает точно такой же, с точно такой же маркировкой. Вот, если посмотреть, точно такой же двигатель стоит на Kia Rio X-Line. И не только на Kia Rio X-Line. Эти двигатели ставятся на различные модели от Hyundai и на различные модели от Kia. Ну, к примеру, там, Elantra новый идет с таким двигателем, Kia Cerato шла с таким же двигателем. Идет в паре шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Вот про двигатель мы даже говорить не будем, все, кто не знакомы с ним, старый двигатель, расход у него плюс-минус 10 литров по городу, реальный расход, который отмечают владельцы. Если выехать на этом двигателе на трассу и ехать примерно со скоростью 100 км в час, расход будет, ну, 6,5-7 литров. Мощность его 123 лошадиные силы, крутящий момент у этого двигателя, прям называют цифра в цифру, 151 ньютон-метр, это заявленные паспортные данные производителя. Разгон у этого автомобиля составляет 12,1 секунды до первой сотни. У Rio на этом же двигателе 11,6, но разница в том, что вот этот автомобиль весит тонну 374 кг, а Rio он примерно на 100 кг ниже. Вот кто-то спросит, а почему ты постоянно говоришь Rio, Rio, Rio? А вот обратите внимание, как грамотно все с их стороны сделано. Вот модельный ряд представлен по такому принципу. Максимальная комплектация X-Line стоит 1 миллион рублей, и она идет переднеприводная. Клиренс там поменьше 170 мм. Многие говорят, блин, передний привод 170 мм мало, хочу побольше. И компания вам говорит, а что, хотите побольше, пожалуйста, вот вам Грета. И вот есть Грета, которая по цене начинается с полным приводом от 1 миллиона рублей, но по факту, вот если поставить два автомобиля сейчас вместе, они будут абсолютно разными по внешнему виду, по интерьеру. Но вот если кузов убрать, убрать интерьер и посмотреть по технической части, там плюс-минус все одно и то же. Как вы знаете, Hyundai и Kia это два брата, это одна и та же компания. Максимальная скорость у нашего автомобиля 169 км в час. Если же взять версию с двухлитровым двигателем, там будет 149 сил, 192 крутящего момента и максимальная скорость порядка 11,6 секунд заявленная. Некоторые говорят, вот это прям овощ полный, все, дохлая машина не едет, то есть подхвата никакого. И это действительно так, если выйти на трассу, там 100 нажать в пол, ни о чем вообще разговор. И говорят, вот 2 литра более-менее нормально. 2 литра более-менее нормально будет, если взять ее на механике и взять ее с передним приводом. Там тогда, да, в пределах разумного. Если же мы говорим про полный привод и автомат, ну парни, ну какие 11,6, ну это ни о чем. Ну согласитесь, на самом деле, дохленькая машинка чисто для города. Исходя из того, что здесь силовые агрегаты пересекаются, рассказывать о них ломучить нельзя. В целом нареканий нет. Тем не менее, даже на ту же самую коробку в единичных случаях косяки бывают. Вот человек рассказывал, что ему там меняли сцепление по гарантии. Поэтому по кругу посмотреть, все, везде бывают свои косячки. Заводской брак, он всегда присутствует. Отмечают владельцы, что гидрокомпенсатор клапана очень сильно у многих тарахтит. И на основании вышесказанного сказать, что в подкапотном пространстве присутствуют какие-то косяки, на которые очень много повальных нареканий нельзя. Двигатель старый, коробка старая. С другой стороны, опять же, повторюсь, надежная. Но сами видите, то, что все сделано дешево, на всем сэкономили. По стариночке. Мы потихонечку идем дальше. Смотрите, передняя подвеска у нас идет независимая амортизационная стойка типа Макферсон. Со стабилизатором задней идет полузависимая балка, тоже со стабилизатором. Точно такая же подвеска, как на Рио. 16-е колеса идут и клиренс. Вот на нем остановись поподробнее. Вот я сказал в начале, что 190 мм. Вот в интернете специально зашел, так посмотрел, почитал отзывы людей. И вот многие делают как? Ставят, например, переднеприводный автомобиль, как в нашем случае. И рядом ставят полноприводный автомобиль. Зима, сугробы и поехали. И вот начинается это тырканье. Два метра проехал, назад на полметра. И вот начинается по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Кому это нужно? Какая это проходимость? Это ни о чем. Это, знаешь, это попытки выбраться из заснеженного места. На мой взгляд, этот автомобиль идеально подходит вот для таких условий, как сейчас. Ты проснулся утром, вышел, двор заснеженный. Постоянно говорю одно и то же, потому что все производители делают, по сути, одно и то же. Сел в машину, завел ее и спокойно выехал. Стоишь на светофоре, кашешь на дороге. Зеленый загорелся, ты спокойно тронулся, без пробуксовочек поехал. Все. Купить этот автомобиль 2 литра, куда-то на нем пытаться ездить. Друзья, здесь мощи не хватит тупо заехать в горочку какую-нибудь заснеженную. Или даже летом, после легенького дождя, она не вытянет. Поэтому на этих машинах рассчитывают на то, что 2 литра, полный привод, 190 миллиметров. Но ни о чем это. Смотрите, в нашем случае комплектация не максимальная, поэтому бесключевой доступ она не имеет. Но машины с такой услугой есть. Угнать их элементарно. Люди рассказывают одно, что имея бесключевой доступ, машина угоняется примерно за 15-20 секунд. В нашем случае машина угонится за 1 минуту, за 2 минуты. Это не я придумал, так же читаю, смотрю информацию, собираю. Факт в том, что угнать машину вообще элементарно, поэтому однозначно делайте каска хорошая. И попробуйте поставить спутнику и сигнализацию, она повлияет на цену по каске. Бак у нас идет 55 литров. Как я сказал, что в среднем расход по городу будет 10 литров. Конечно, у кого-то больше чуть-чуть, у кого-то поменьше. Есть люди, которые рассказывают, что 12 литров расход. Есть те, кто пишут, что у нас 8 литров. На что еще жалуются люди? То, что все дешевенько сделано. Отделочные материалы тоже все дешевые. Пластик дешевый. Легко маркается, царапается. Даже в нашем случае уже какие-то царапки есть. Пробег у нашего автомобиля 22 тысячи километров. Сидения заднего ряда складываются, образуют ровный пол. В этом огромный плюс. На самом деле это удобней. Сейчас я настроил уже сидение под себя. Мой рост 182 сантиметра. Прямо померил специально. Плюс 2 сантиметра это подошва. Я присаживаюсь сам за собой. Сидение сейчас настроено так, как мне в этом автомобиле удобно ездить. И вот что у нас получается. Места в принципе сзади достаточно. Каких-то изысков здесь нет. Несмотря на то, что за машину забрали за миллион триста. Подлокотника нет. Есть подогрев задних сидений. Ну и есть стеклоподъемник не автоматический. Все. Ну и с другой стороны опять же. А что здесь ждать-то? Чего просить? Как говорится, хочешь покруче, больше зарабатывай. Покупай автомобили классом выше и подороже. Все необходимое. Подстаканники, фиганники. Все это прекрасно знаете и есть. Вылазить из автомобиля относительно удобно. Но с другой стороны, если так вот в пыхах, можно легко испачкаться. Дети, тем более, если маленькие, тоже легко испачкаются. Некоторые даже ставят пороги на автомобиль. Задняя часть автомобиля. В топовых версиях фонари идут диодные. У нас они идут обычные. У нас допом установлена камера заднего вида. Это действительно удобно. Парктроники ставят по автомобилю. Про заднюю часть машины. Ну, на самом деле, маленький Санта-Фе. Вот мы даже с другом как-то сидели обсуждали этот автомобиль. Мы говорим, что это прям маленький Санта-Фе, а стоит на миллион дешевле. Багажник. 402 литра сейчас вас встречает. Если сложить сидение, будет 1396 литров. Прям цифры теперь заучиваю наизусть, чтобы никто не мог придраться. Багажник, по сути, ничего себе так же не представляет. Никакой там не эргономичный. Есть там пару карманчиков сзади. Есть у нас запасное колесико. Домкрат в комплекте идет. Ну, в общем, все, что нужно, здесь есть. По факту, что-то здесь интересное, какие-то розетки, еще что-то нет. Вот пятая дверь чаще всего подвержена коррозиям, взбучиванием красок. Это происходит примерно вот в этих местах. Вот здесь стекло снизу, либо сверху. Но, как я сказал вначале, на разных элементах бывают взбучивания краски. Заводской брак однозначно неповальная проблема. Потому что все, куда ни глянь, кого ни тыркни, все говорят, краска, 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 лакокрашенное покрытие. Все это, на самом деле, ерунда. В нашем случае такой проблемы нет. И снова магия монтажа. И мы уже оказываемся внутри автомобиля. Вот, смотрите, интерьер. Что нас встречает? По сути, всего есть по мелочи. В базовых версиях, повторюсь, вообще нифига нет. В топовых версиях побольше будет мультимедийный экран. В общем, плюс-минус для корейцев свои фишки есть. Есть подогрева рулевого стекла. Есть подогрева рулевого колеса. Есть подогрева лобового стекла. В общем, все вы здесь прекрасно знаете. Но мы не про это будем говорить. Вот на что жалуются? Конечно же, салон. Вот именно сам пластик. Что это все дешевенькое, что это все легко изнашивается. Жалуются на музыку штатную. С другой же стороны, вот честно скажу. Я сажусь в автомобиль, и сказать, что он неприятный интерьер, я не могу. На самом деле, пространство в автомобиле есть. Это отмечают многие как плюс. Интерьер, по сути, приятный. Но вот неприятно то, что вот это вот все оснащение стоит миллион триста. Думаешь, ну нифига себе, лям-300. И вот так вот как-то простенько все выглядит. Подлокотник не регулируется. Здесь пластик вообще прям грубый. С одной стороны хреново. С другой стороны, какой тебе пластик нужен? Мягкий что ли? Хочешь мягкий пластик? Ну, купи себе подороже машину. Естественно, все владельцы говорят то, что это лучший вариант за свои деньги. Я здесь выводы свои делать не буду. Вот давайте, если вы считаете иначе, напишите, чтобы вы взяли за сумму 1 миллион-1 миллион 300 тысяч рублей. Подчеркиваю, чтобы это был кроссовер высокий и чтобы он был новый. Снова магия монтажа и мы уже находимся в пути. Смотрите, сейчас скорость примерно наша 80 километров в час. На автомобиле установлена липучка, поэтому особого гула нету. Тем не менее, отмечу такой факт. Естественно, если прислушаться к шумкам арок, гул доносится. Если разогнаться больше 120-140 километров, конечно же, тоже будет гул. Если кататься по городу в диапазоне до 60-70 километров, в принципе, приемлемо. На самом деле, не сказать то, что прям все очень хорошо слышно, что прям шумная машина. Подвеска, ну, естественно, так она подпрыгивает. То есть, в силу того, что идет сзади балочка у нас. Это присутствует. Многие говорят то, что очень хорошая подвеска, хорошо сбалансирована, глотает ямки. Нет, есть машины, на которых передвигаться гораздо комфортнее, помягче. И здесь же в тот же самый момент сказать то, что ты прям, знаешь, прям ты прыгаешь, скочешь, тебе прям бьет спину. Нельзя. Я считаю то, что для этого класса автомобиля подвеска соответствует. Стартуя со светофора, вот как раз присутствует каша. За счет того, что автомобиль переднеприводный, мы так гребем, гребем, гребем. На полном приводе вот как раз в таких условиях было бы, ну, стартовать с места, скажем так, комфортнее. Касаемо подвески, опять же, если вы живете в городе с убитыми дорогами, то вы ее работу будете хорошо ощущать. В нашем случае, я уже неоднократно говорил, мы сейчас находимся в городе Кашира. У нас дороги идеальны, вот посмотрите сами. Все ровненькое, поэтому нам жаловаться там на жесткость не приходится. В лучшем случае, чтобы я прям ощутил жесткость, это мне нужно выехать куда-то в поле, прокатиться на скорости, там, примерно 40 километров, чтобы она не успевала, знаешь, проглатывать, чтобы она действительно работала. Тогда я смогу сказать то, что да, дискомфортно. А так, здесь хоть в Феррари покупай с такими дорогами, но на самом деле, и ты будешь на кайфе кататься. С точки зрения общего комфорта в автомобиле, вот я сейчас сижу, спинку я прям сделал примерно 90 градусов. Вот для города, если так передвигаться нормально, на дальняк я бы поехал примерно вот так. Покажи, пожалуйста. Чуть откинуться назад, и было бы комфортно. Но на самом деле, знаешь, претензий каких-то сделать по эргономике, но я не могу. Все ясно, все понятно, все под рукой находится, дотянулся, тыкнул. Ну, в принципе, сейчас найти автомобиль, в котором будет иначе, что ты сидишь, там дискомфортно, можно, но это будут, знаешь, такие некоторые элементы, то есть где-то там недоработка небольшая, там небольшая доработка. Вот проезжаем, например, лежащий полицейский, чувствуется все равно работа подвески. Если разогнаться на большой вот сейчас скорости, где-то по кочкам ехать, вот особенно будет чувствоваться прыгучесть именно задней части. Сегодня на дворе 18 января 2018 год, поэтому проверить показатели автомобиля путем нажатия газа в пол нет никакого смысла. Делать это не будем. Во-первых, небезопасно, а во-вторых, зацепы нет абсолютно никакого. Лед, снег идет, сами прекрасно видите. Ну и проверять по большому счету нечего. Если быть честными, машина не мощная, машина слабая. То есть для города передвигаться, как было сказано в самом начале, пойдет. Если ты хочешь купить автомобильчик и погоняться на нем, но этот автомобиль точно не для тебя. Автомобиль 100% понравится тем, кто будет пересаживаться с автомобилей бэушных, которым там больше 5-7 лет. Вот купить его новый, сесть, блин, души чаять не будете, прям будете говорить классно, удовольствие. Что могу отметить? Тут мы сейчас катаемся на не шипованной резине. На самом деле, чувствую прям такой, знаешь, заметный дискомфорт для себя. Вот выезжаем из поворотов, там в углы заходим, чуть-чуть машинку подносит. То есть мне, конечно, после шипованной резины не очень приятно и не очень комфортно передвигаться. Эту тему обсуждать не хочу. Знаю прекрасно то, что на это всегда есть те, кто скажут, шипованная плохая, лучше брать липучку, ну и наоборот. Но факт отмечаю следующий, что прям вот ощущается. Друзья, самое время делать выводы. Я вам хочу сказать, нас на самом деле объегорят по полной программе. Разные фантики, разный внешний вид, а начинка везде одна и та же. Автомобиль по цене 1 миллион 300 тысяч рублей, сегодня его уже называют народным. Вот что же это не народный автомобиль? Машины уже пошли по цене 3 миллиона, 4 миллиона рублей. Вот я не хочу здесь больше распыляться и сказать следующее. 2018 год начался, в марте пройдут выборы. Не хочу затрагивать тему политики, не хочу делать там каких-то резких высказываний. Вот Владимир Владимирович Путин 18 лет вел внешнюю политику. И сейчас люди приближенные к власти говорят, вот теперь последний свой срок он будет работать на внутреннюю политику. И вот у меня, как и у вас большинства, наверняка одна большая просьба и желание, чтобы вот эта работа ощутилась на нашем кошельке. Не на словах то, что вот сейчас там сделаем, здесь сделаем, а чтобы как-то цены стали пониже, чтобы нормализовалась наша экономика, чтобы мы хоть как-то продохнули. Потому что с февраля 2018 обещают то, что цены вырастут на 10-18%, что опять появятся полшины, опять появятся какие-то налоги. В общем, я хочу сделать следующее. Автомобиль в принципе достоин, но цена ему реально 800 тысяч рублей. Ну не больше. Вот с полным приводом 950 это максимум. Ну никак не миллион 300 тысяч. Если вам есть что-то сказать, обязательно переходите в комментарии, пишите, высказывайте полностью ваше мнение. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, обязательно подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал. Там всегда выходят только свежие новости. Я вас формирую, вы можете принимать различного рода участия. Там весело, приходите. Все ссылки остаются в описании. Друзья, у меня на этом все. Всем хороших выходных. Сегодня четверг, завтра пятница, два дня выходных. Будут прям полностью снежных. Скоро с вами увидимся. До новых встреч. Всем пока-пока.